мы нищие и многих обогащаем это наша власть мы нищими себя называем не потому что у нас ничего нет а потому что мы сделали дистанцию мы отрешились мы сказали да это все ерунда управление номер один ты поставлен на управление поставлен как сын на которому поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни это сын который не говорит да мне козленка сын который раздает этих козлят назначает урочная служанкам меру хлеба выделяет мне не нужен миллион долларов мне нужно миллион возможностей процветания не здесь процветание я хочу чтобы ты знал единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание кто то добрый вечер тебе добрый вечер не желаете застраховаться имущество ценности да какие ценности о чем вы говорите ваша жизнь тоже мне ценность вы знаете сколько я получаю жизнь вашей жены не смешите меня ценность она домашняя хозяйка о вы не знаете истинной ценности вашей жены домашней хозяйки вот расценки бытовых услуг приобретение и доставка продуктов на дом 70 копеек в час часа четыре ваша жена в очередях кукует кукует два восемьдесят ножи на четыре восемьдесят четыре рубля как одна копейка вредика пеленки вижу сохнут стало быть ей детвора есть часиков пять с ребенком погулять надо надо учтите 70 копеек в час это расценки бюро добрых услуг три с половиной в день мы можем значит сто пять рублей в месяц пол вижу вас чистый натертый а сколько метров в квартире 30 по 17 копеек за метр пять с половиной в день уборку делаете по субботам так множим на четыре и так от ужинали ой борщу и украинский в ресторане платят 86 копеек за порцию да еще на чай дают на второе котлета фри со сложным гарниром надо полагать руб пять как пить дать на третье у вас надеюсь компот компот вычитаем стоимость продуктов аппетит вашей жены так значит завтрак съедаете сами обед делите с другом ужин хотите отдать врагу но я чувствую врагов у вас нет и того только по перечисленной услугам стоимость вашей жены в месяц пятьсот рэ это же за целый год шесть тысяч рэ машина сокровище моё что национальное ты наше богатство страхуйте на полную стоимость и от угона здравствуйте дорогие друзья я искренне верю что вас порадовал наше вступление этот ролик который я употребил для того чтобы вас немножко повеселить и для того чтобы вы примерно уже начали догадываться о чем пойдет речь потому что сегодняшняя наша тема это ресурсы и точно так как в этом ролике мужчина совершенно не представлял вообще каким обладает он драгоценным ресурсом концу он получил это откровение через агента государственного страхования он понял что на самом деле он обладает буквально сокровищем и он там помните да он захотел застраховать агент ему горит и от угона застрахуй потому что такое сокровище могут угнать просто и сегодня когда мы будем говорить о ресурсах речь идет друзья мои вот как точно в этом ролике об открытых глазах что находится в твоем распоряжении что перед тобой как мудрый соломон говорил когда ты живешь или там садишься кушать с властелином то есть смотри что перед тобой наблюдай что перед тобой потому что все имеет свои последствия и хорошие и плохие и еще раз я приветствую вас дорогие миллионеры где делать или деятели и господа жатвы сыны божьи которые как ипостась отца сегодня ваше поле это мир ваше поле это личное дело бизнес какое-то предприятие на котором вы уже не копаете лопатой я верю всем сердцем что вы все больше видите себя в этой роли это очень важно и я верю что очень много прогресса на эту тему уже прямо сейчас идет я напоминаю вам дорогие друзья что у нас на прошлом нашем уроке начался квест я всем сердцем верю что вы уже кинулись продавать все что вам не нужно перераспределять имущество не то что даже не нужно первое что нужно продать это то что не нужно на самом деле есть очень много разных как мы говорили вещей котов которые вы просто когда-то вбросили деньги замуровали их и они не нужны то есть это практически вот закопать закопать деньги предназначенные для приумножения также после того как я записал предыдущий урок у меня прямо был в голове такой целый процесс я понимал что многие люди многие слушатели захотят пересмотреть свое имущество с точки зрения серьезного вклада инвестирования на приумножение то есть и это будет недвижимость это будут машины это будут какие-то ценные вещи там золото возможно фамильные драгоценности главное жену не продавайте только и все вот и с точки зрения высвобождения вымуровывания как бы да такое слово я говорю то есть замуровать а есть вымуровать да это на самом деле самое настоящее воскрешение потому что иногда делая какие-то покупки человек убивает деньги предназначенные для приумножения он просто их убивает он их садит в тюрьму потом еще найти как вот точно как с тюремными жителями мало того что ты его посадил ты его еще и содержать там должен то есть весь народ платит налоги на это содержатся тюрьмы особенно такие тюрьмы где нельзя работать там да и то есть человек живет за государственные деньги и то есть не понятно вообще вот с деньгами мы иногда точно так же поступаем мы их арестовываем в ненужное имущество как потребители мы хотим найти вот по хотим каким-то вещам и туда вкидываем деньги в не понимаю что просто эти деньги вынуть намного сложнее то есть вот сейчас когда игру продать имущество продать имущество это целая история особенно если она поддержана есть она бы уж на но все возможно пример с вдовой продавший свою тарелку за 10 тысяч долларов очень убедителен то есть всегда можно найти способ продать найти легче всего сказать что там я повесил объявление куда-то на куфар там на какую-то барахолку пока никто не берет это самое малое что ты можешь сделать вспоминал сказал вам это на прошлом уроке и думаю какая реакция будет ходил женой советовался и горы слушай они наверно скажут что он придумал вообще какой-то квест мы думали сейчас он дырку в небе дырку в стене там шахер махер парикмахер и вот уже деньги умножились в руках мистическим образом друзья мои ну конечно конечно и хочу вам сказать что наверное на большинстве каких-то школ очень духовных вам бы так и говорили но самое главное что не сильно вообще это работает на тех школах на самом деле я знаю все чем дышат все мистические школы не я не слышал чтобы кто-то на этих школах научился приумножать финансы вот честно ну там на эти деньги на карточку зашли ну еще что то ну таки у нас это происходит причем без всяких школ заходят и деньги на карточки квартиры люди получают дома то есть есть свидетельство где люди принимали помазание на получение квартиры и дома казалось бы ну и как это возможно и у них не было никаких шансов но приняли помазание и обстоятельства просто стали разворачиваться таким образом но им приходилось равно всматриваться управлять все равно что-то приходилось делать вы сами это знаете потому что когда кто-то свидетельствует что я получил квартиру на него начинают сыпать вопросами но все-таки вот расскажи как это произошло если ты веришь в мистическое образование квартиры или денег и ты не должен спрашивать как это произошло но твой вопрос он выдает тебя ты понимаешь что за всем этим стоят обстоятельства стоит управление стоит какая-то информация то есть все в конечном итоге все равно все сверхъестественное проявляется вот через управление помните в одном из уроков мы говорили что настройся на сверхъестественное земля друзья мои как мы помните говорили земля это она сейчас естественная но на самом деле она произошла по слову и все сыны восхищались от радости написано они ликовали то есть это было сверхъестественно с каких пор земля стала естественной с той самой поры когда ты к ней привык но если ты не будешь к ней привыкать земля тебя будет радовать очень удивительным образом если ты будешь продолжать считать сверхъестественной что это означает это то что вышло из уст бога буквально то есть земля она вышла из уст бога земля будет очень удивительные вещи с тобой производить в это отдельная тема сегодня у нас драгоценное сегодня я буду показывать ресурс моя цель сегодня точно как вот этот агент страховой открыть твои глаза на то что ты на самом деле чем ты можешь и уже владеешь но не знаешь об этом после того после этого урока я сделаю молитву это будет молитва за открытие глаз вот я знаю что каждый из вас имеет открытые глаза но теперь ты будешь иметь эти открытые глаза осознанно молитва это будет по принципу соломона соломон сказал такую фразу что наблюдай что перед тобой наблюдай что вокруг он очень много призывал к наблюдению и царская позиция это наблюдать смотреть что происходит иметь эти открытые глаза иными словами держать глаза открытыми держать глаза открытыми и вот эти многочисленные возможности сокровища скрытые во мраке ты будешь их видеть и моя молитва сегодня будет она о том чтобы ты видел этот ресурс видел и тогда ты сможешь его употребить очень легко забегая вперед друзья мои сейчас я уже начинаю забегая вперед я хочу сказать что многое из того что я сегодня скажу я попробовал на собственной шкуре на собственной жизни и это работает это на самом деле работает это но даже я бы сказал что я заложил в этот урок основное что работает у меня и основное что я видел работает у успешных людей потому что моя позиция царское наблюдение я очень много наблюдал и это видно из наших уроков видно из нашего служения что многие вещи замечены самым удивительным образом если вы учились на других наших курсах слушаете откровения в котором мы течем то вы хотя бы раз но удивлялись обязательно как он это заметил и я имею наблюдающие око я наблюдаю наблюдаю за людьми наблюдаю за процессами наблюдаю за информацией наблюдаю за движением духа я наблюдаю 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 и наблюдаю и поэтому те выводы которые я делаю те вещи которые я предлагаю они сгенерированы из царской позиции наблюдения они вынуты буквально из невидимого и вот я сегодня тебе их представляю многие вещи они здесь будут достаточно просты как и все у нас ничего сложного но я хочу сказать друзьям и что наш квест продолжается он начался в прошлом уроке где я предложил тебе потренировать свой навык продать свое барахлишко да и либо рассмотреть часть своего имения час своего бизнеса как то что нужно радикально потратить на поле если поле еще нету значит тебе нужно это приготовить когда поле появится у тебя уже должны быть на руках вот эти недостающие ресурсы кому-то уже нужно был было прямо слово знания что нужно часть своего ну бизнеса рассматривать как инвестицию в новый заняться продажей возможно у вас в бизнесе есть какая-то не какой-то недвижимость какой-то там техника да ну какие-то возможности ресурсы которые подлежат продажи и надо это безжалостно делать я приводил пример как женщина она продает свою квартиру для того чтобы вкладывать деньги в оборот и даже на время ее мама она живет на съемном жилье это вот такие вещи и вам друзья мои вам не нужно больше ждать кто-то говорит ну что мне ждать конца курса что мне делать вот квест начался я даю вам 1 дал вам первое задание на прошлом уроке это разобраться со своим имуществом сегодня я еще упомяну за это я целью было в прошлом уроке вас немножко шокировать что оказывается нужно кроме там мечтать и что-то видеть надо предпринять вот такое такое действие предприимчивость проявить вот как настоящий ищущий купец и поэтому сегодня мы продолжаем наш квест опять потребуется писать некоторые описи я вас призываю к усердию особенно делателей кто записался в делать или если вы действительно хотите ну проявиться чтобы у вас что-то появилось вам нужно навык смотрите как это работает во всех наших курсах особенно созерцательной жизни я призывал вести конспект я говорю что первый навык воплощения мысль которая реально появляется на бумаге вот вам навык воплощения здесь тоже самое то что здесь предлагается делать это делается не для того чтобы уже вас обогатить а а для того чтобы у вас активировался навык приумножения навык приумножения мы занялись активацией навыка приумножения то что будет в этих уроках прошлом в этом в следующих нескольких уроках это то ради чего вообще был курс меч соломона избрания все понятно это круто чудеса помазания но сейчас 2 я вам хочу сказать что два года назад ну вот сейчас 2022 год там два два года назад отец буквально с этих практических моментов начал раскручивать в моем сознании вот этот курс когда я увидел эти вот этот квест я испугался как ты хочешь чтобы я заставил людей это делать он горит не сразу сразу ты должен и да там вот вещи за сыновство за избрания то и чтобы человек чтобы личность она верила чтобы личность верила что у нее получится что все будет классно что отец сам заинтересован воплощать желание и потом действия то есть он уже когда наполнен преисполнен это работает во всех случаях при человек наполнен духом наполнен осознанным избранием своим утвержден в нем что он дальше делает он делает шаги веры то есть он делает уже будучи уверен что получится не просто просит молитвой прошения верьте что получите а он уже делает он берет свое вот как с престола у него перстень заключать сделки у тебя перстень заключать сделки и поэтому у тебя получится и все продать я приводил в пример своего маленького сына примерно ему его еще было лет 13 когда он просто взял и стал продавать ненужные вещи в нашем доме удивительно но он продавал это через объявление через барахолку я не верил что он продаст ну какой-то там старый там стол какой-то там найти этот гарнитур чик который никому не ну то есть мы им не пользовались да он брал там ну что-то из мебели короче брал и продавал еще что-то там то есть есть вообще там какие-то скупщики которые все подряд покупают и но это я не знаю как в других странах в нашей стране вот где я жил и то есть и заработал свои первые деньги именно вот таким образом еще и поделился находил игроку папа хочешь эти деньги нам я такого сынок у меня я рассказывал да мне не было денег мы шли с тренировки он говорит хочешь я тебе денег да я такой откуда у тебя деньги вот а я там барахлишко всякое продал там ну перечислил что продал я думаю кто это купил вообще кто это купил но он это продал ребята знаете почему потому что он не знал что это никому не надо он знаете как мы с вами до взрослые вечно не там барахло в дом тянут им все надо то есть он наблюдал всю жизнь что все взрослые которые окружают зачем-то тянут домой то в чем он не видел ценности ну и в него глаза ценность была там приставка игровая там компьютер ноутбук для него было ценно то что взрослые тянут домой дети иногда смотрят мы зачем вам это все вот зачем вот это 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 поэтому они это ломают бьют и надо и даже не ценят царапают и поэтому он не знал что это никому не надо и вот это оказалось кому-то надо поэтому запомни вот один из принципов торговли на каждый на каждый товар есть свой купец сто процентов когда я в жизни своей продавал машину я не верил в продажу машины потому что он она была не очень я думаю кому нужна эта тарантас этот носил дребедень просто которую я сам на ней ездить не хочу мне даже стыдно было что-то говорить про эту машину хорошая наверное просто продавал старую машину ты знаешь же такое когда покупатель он пытается в ней еще увидит что-то хорошее как он будет на ней ездить последний раз я такую машину продавал примерно три года назад мне ее подарили просто вот так и заказали забирай что хочешь с ней делает минивэн и я вообще не знал как его продать потому что когда стал его смотреть там живого ничего в нем не было и и тем не менее друзья его продал я его продал причем продал хорошо выгодно его увезли это человек был очень доволен я не понял чем он был доволен он был очень доволен и вот так вот продаются все вещи потому что сегодня ты это продаешь она тебе не надо ты можешь это продавать человек я молился прямо отец если это возможно если это возможно господи пусть вот это будет для него благословение вот чтобы он прямо доволен был и знаете я не конструктор самоделкин я не чую машину максимум что я могу это поменять колесо не масло я не могу поменять ничего не могу вот колесо и омывалку а есть люди для которых машины это не просто ездить а для них это конструктор вот он любит там что-то лежать под ней там крутить знаете и это его хобби точно так как ты не любишь концов кубики играться кто-то любит поэтому кубики тебе не нужны а ему нужны вот запомните у каждого людей огромное множество интересов увлечений странностей даже и сегодня продается такое что ты бы никогда в жизни это не купил то есть ты бы сказал это же ужас но она продается и кто-то это покупает друзья мои поэтому не теряйся самое главное ты не должен ни за кого ничего решать я решил за них им это не надо не решай за них им это надо ты даже себе скажи кому-то же это надо и включи мозги кому это может быть надо вот тебе краткий ликбез по продаже ты что я хочу сделать чтобы ты получил свои первые деньги реально пока там будешь откладывать я сказал что помогу ускорить этот процесс у некоторых из вас реально есть что продать кому-то вот я прямо говорю это духом божьим продать свою дачу она тебе не нужна не езди туда не трать свое время продает удачу просто я тебя умоляю христом богом продаю и ты получишь деньги ты получишь прямо такое наслаждение у тебя появится сумма которую ты можешь куда-то вложить кому-то надо просто перебрать свой старый гараж я помню когда-то мне подарили гараж вместе с не ездящей машиной вот прям подошли на служение говорят у меня есть гараж я не знал наверное ничего не стоит вообще ничего не может ты сумеешь продать вот там еще и жигулиста и тому такое убитая там без колес без ничего друзья знаете что он скажу я как только открыл этот гараж там действительно зайти невозможно там свалка такая но тут же материализовался мужичок и говорит я вот хочу все это забрать тебе это надо купить я так то что ты покупай тут же одно барахло он горит ну все чего-то стоит вот например металл тут же схватил какой-то медный кабель давай его гнуть там и тут до меня доходишь оказывается вот представить я смотрю на меня я думаю как бы это все собрать и выкинуть вот одним махом найти какого-то дурака извините за выражение который согласится просто день целый выносить это даже за деньги да то что мне не хотелось этим заниматься а тут подошел мужчиной который говорит я щас вот это все купить хочу давай тут же столько металла то есть он увидел свое там а он был оказывается вот такой вот металл сдавать цветной металл разный металл и ходил с тачкой по этим гаражам кооперативу гаражному и собирал то есть ему это оказывается надо а мне это было не на то есть я готов был выкинуть это сокровище бесплатно и самое главное что я за этот гараж и за это этот раздолбанный этот жигуля он оказалось еще появился мужчина который сказал я восстановлю буду ездить на этом жигуле то есть эта машина такая советская и было 40 там или 50 лет я уже не знаю сколько там и это тоже было надо я за хорошие деньги все это впарил и думаю странно вообще представляете и была такая цепочка я вам сейчас привожу пример чтобы вдохновить вас тот человек который отдал мне это он не мог этим распорядиться он не знал как это продать вообще надо она кому-то или нет гараж этот заброшенном там кооперативе и так далее а тот человек который непосредственно поверил в то что можно с этого что-то взять это я я взялся и начал продавать а оказалось есть еще два человека одному нужно было барахло этого гаража а второму нужен был гараж вместе с этой машиной так называемой машиной и это все ушло я вам показываю просто что все имеет вот даже знаете как своего покупателя ты не знаешь кому и зачем что может быть надо вот такое значит вам вступление квесту потому что сегодня мы продолжаем это звучит конечно странно но надеюсь это кого-то вдохновит по крайней мере это намного быстрее способ получить на руки какие-то деньги я говорю как человек который делал это сегодня я вас этому учу друзьям и особенно тех это касается у кого вообще начать ничего там но знаете у вас нет ни бизнеса ничего не не 100 долларов на руках чтобы хоть что-то начать приумножать вот вам нужно высвободить просто воскресить деньги из барахла просто сделайте это чудо помните да хлебом две рыбки все вот иисус говорит дайте чуть-чуть я высвобожу много вот вам ваше вот это ну извиняюсь барахло вот это имущество никому не нужно пускай сейчас в ваших глазах будет как то из чего надо вынуть деньги вот они когда-то туда были замурованы выньте эти деньги просто вот пойдите вот как знаете как квест это такое рисковое мероприятие где ты такой вот я смогу вот я смогу не так что знаю кому это надо нет задача знаете вот как есть эти ну квесты игры задача там побежать туда найти вот это и принести сюда вот кто нашел тот и выиграл вот тебе задача задача такая сделаем из замурованные деньги из вот этого имущества себе на маломальский первый капитал если ты вынимешь кто-то может сказать ну что это вы нему там 50 рублей вынь хоть сколько навык должен у тебя сейчас активироваться мне отец два года назад сказал я активирую навык некоторые миллионерами станут я говорю тебе духом божьим мы еще к этому вернемся давайте вернемся теперь к ресурсу ресурс скажи со мной ресурс у меня много ресурса самый главный ресурс и это то что я хочу сегодня о достаточно подробно раскрыть друзья мои самый главный ресурс угадайте какой ну подумай для себя перечисли варианты какой самый главный ресурс для бизнеса для вообще всего самый главный ресурс которым ты можешь обладать и использовать это это люди скажи люди известная поговорка русскоязычная звучит так не имей 100 рублей имей 100 друзей то есть кто-то когда-то заметил что 100 рублей это ты вот проел и все а 100 друзей это очень большой ресурс и поэтому пункт номер один запиши себя люди тебе придется целую опись своего окружения делать попытаясь увидеть что с кого можно поиметь что с кого можно поиметь на самом деле я говорю специально жестко чтобы ты знаешь вот отбросил свою религиозную спесь которая тебе внушает что ты должен всем там что-то служить помогать на самом деле друзья мои есть две стороны одной и той же медали есть служите помогать а есть взять свое иисус делал это и другое он давал помыть себе ноги маслом слезами волосами помните да он говорил следуй за мной я сделаю тебя ловцом счету сумму умел человека убедить пойти за ним это огромный ресурс мы сейчас коснемся этот он не просто пришел в этот мир он не подошел к петру в лодку и не сказала и дружище хочешь я за тебя прямо сейчас жизнь отдам и петр бы испугался сказал слушай иди не надо ничего отдавать да то есть он увлек его он пришел из властью сказал тебе надо идти за мной посмотрите на закхея я их время путаю в артеме и закхея если что-то перепутал друзья вы библию лучше меня знаете поэтому посмотрите в артеме это слепой да закхея это сборщик налог вот закхей он сидел на дереве и высматривал иисуса еще до того как иисус послужил ему он подошел ему и горит мне нужно быть у тебя дома до подошел и они пошли к нему домой тот его угощал и горит спасение пришло в твой дом то есть вот оно служение иисус часто мог взять свое проведите ослика где горница в которой мне кушать то есть управление она не только связано с тем что ты вечно кому-то ноги моешь все приводят это пример иногда и говорят а вот иисус а вот тебе надо быть как иисус умыть ноги ребята иисус еще угнал осла чужого он взял и сказал осел твой нужен господу знаете послал ученику тебе этот осел твой нужен господу я даже не знаю что тут хозяин подумал но он воспользовался этим с властью распорядился в конце концов пять хлебов и две рыбки которые были у мальчика он сказал дайте их сюда смысле дайте сюда это мое дай сюда сейчас будет больше и то есть понимаете управление и поэтому когда ты рассматриваешь людей я тебе советую избавиться от спеси религиозной что ты там только отдавать умеешь что ты там только ноги умывать умеешь тебе нужно уметь задействовать человеческий ресурс если ты царь притча 1428 во множестве народа величие царя а при малолюдстве народа беда государю вот вам пожалуйста если ты царь а ты царь 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 что что-то удивительного ты царь и первое о чем ты должен думать что твой потенциал самый огромный ресурс потенциальный это люди которые тебя окружают вот хочу вам сказать как мыслит дегенерат дегенерат он мысли так мне люди не нужны мне деньги надо если не будет людей деньги тебе точно не нужны будут потому что даже деньги они делают так что вокруг тебя что-то делают люди и это очень ясно выражено вот это контраст выражен в примере давайте запомним это многолюдство это твое богатство когда у тебя много знакомых друзей родственников знаете вот мы христиане мы часто в эту ловушку попадали вместо того чтобы со всеми дружить мы со всеми ругаемся не успел ты в церковь прийти родни у тебя уже нет друзей у тебя уже нет на работе ты со всеми в конфронтации потому что ты теперь не от мира сего ты теперь верующий ты теперь вот кто там протестант само название такое нашла на тебе уже на тебе атмосфера какого-то протеста вот и это глупость она потом стоит дорогого с тобой никто не хочет иметь дело с тобой знаешь от тебя шарахать я прошел это на своей жизни очень сильно жестко просто друзья мои если ты в этом состоянии тебе сейчас надо может быть применить метод который иисус говорит беги мирись скорее пока тебя вообще там не запинали у суди там у истязателя то есть если есть возможность написано будьте в мире с кем со всеми пусть со всеми у тебя будут хорошие отношения я себя все время настраиваю тебе надо быть со всеми пасторами в хорошем отношении я много раз старался посылал им деньги все ну если возможно с вашей стороны но если невозможно то хотя бы не наживай новых врагов но если это невозможно то избавляйся от врагов быстрее короче мысль вы поняли смотрите во множестве народа величие царя когда вот смысл денег финансов это величие владычество расширяется оказывается он говорит соломон мудрый мудрый соломон не просто мудрый очень богатый соломон который мог бы сказать величие царя в золоте он мог такое сказать и все были лишь соломон знал нет он сказал величие царя в народе большинство людей мира правители они не понимают этого им народ жить мешает они его истребляют города вымирают они не понимают зачем иметь трое детей зачем иметь пятеро детей то есть они не умеют распоряжаться этим ресурсом и поэтому рождаются такие страшные вещи как нет человека нет проблем проблема есть когда нет человека нужен человек мы все нужны друг другу это номер один нашего служения небесной цивилизации и поэтому во множестве народа величие в многом в малолюдстве если у тебя мало людей вообще вот знакомых друзей беда государю именно это иногда и есть причина почему ты не знаешь чего тебе начать я видел таких людей для них деньги номер один не надо мне вот этого и там с людьми вот это тереть без конца это не мое мне вот мою вот точку открыть деньги там иметь домой идти свою жизнь жить и я вам хочу сказать это несчастные люди беда государю открытие этого ресурса если ты получишь откровение о том что ресурс самое главное это люди это феномен святого духа реально это царская позиция потому что иисус взял себе церковь людей знаешь как нелюбимую назвал любимый он просто реально приобрел себе кого людей он пришел сюда не за деньгами а что денег не получил получил золотой город все нормально с деньгами но люди люди величия царя люди скажи сегодня мое величие в ресурсе который называется люди вокруг меня люди и это очень хорошо видно возвращаемся контраст прямо виден в бытие 14 главе значит авраам одержал победу он там бился с царями одержал победу его поздравлял царь содомский его царь содомский ему предложил такую сделку послушайте это авраам друзья мои это великие вообще муж божий друг бога крутейший мужик миллионер то есть богатейший человек востока конце концов он и таким и стал потому что вот так вот поступил и сказал царь содомский аврааму он еще даже авраамом был они авраамом вот поэтому авраамом и стал сказал царь содомский отдай мне людей а имение возьми себе но авраам сказал царю содомскому поднимаю руку мою господу богу всевышнему владыки неба и земли что и нитки не возьму у тебя чтобы ты не сказал я обогатил авраам то есть в этом прослеживается выдает в аврааме царя он понимал что так что ну имущество люди номер один это люди все ради все сокровище которое только можно приобрести но через людей происходит лови сейчас это откровение и первый капитал и и первый бизнес и поле все произойдет в основном через людей поэтому первый ресурс не думай есть деньги или нет думай есть ли люди и смотри еще исайя 13 глава 12 стих бог еще 800 лет до рождества христова говорит такие слова я сделаю то что люди будут дороже чистого золота и мужи мужчины дороже золота афирского для этого я потрясу небо земля сдвинется с места своего от ярости господа и вот смотрите бог прямо так эмоционально говорит я сделаю так что люди будут дороже то есть дороже золото это знаете что означает что во времена когда исаи это говорил этой картины не было людей просто продавали найти это длилось и после этого и это длится даже до сих пор вот как я говорю дегенеративное мышление думать что золото оно важнее чем какие-то люди нормальный управитель он может сделать ловца человеков вот представляете вот даже вот те кто занимается сетевым маркетингом да вот например представить он говорит я могу тебя сделать ловцом человеков если говорить бизнес языком он говорит я сделаю так что ты привлечешь много людей ко мне я научу тебя я научу тебя для чего потому что люди это всегда в каждом человеке заложена целая вселенная он может зарабатывать он может что угодно делать ты можешь высвободить из него это одно из моих любимых занятий почему я открываю сынов друзья мои я не открываю в человеке новое знание я открываю в человеке новые возможности вот что такое открывать сына вдруг он обнаруживает что он может что он всемогущий что он все может, все может, в духе животворящем, это чудо, когда он говорит сегодня, я взялся, слушай, я, оказывается, умею продавать, вау, круто, я открыл в тебе сына, в ипостася купца, царство божьего, когда какой-то другой человек говорит, вау, я попробую, поток получается, мы сегодня ходатайствовали в зуме, у нас там люди исцелялись, у кого-то кто-то воскрес, потому что они говорили этому умершему человеку, ты дух животворящий, ты дух животворящий, думаю, это же моя фраза, это я научил, и они говорят, вау, спасибо, что научили, такое классное учение, вот это открывать, друзья мои, открывать, то есть вот это сокровище, человеческий потенциал, там столько золота, там столько золота, как вы думаете, люди, у которых это получается, они хотят дать мне денег? Конечно, все хотят дать мне денег, у кого вообще касается святой дух, потому что это обратная реакция помазания, помните, как я говорил, Павел говорит, велико ли то, если от вас придет материальное, если я вложился в вас помазанием духовным, то есть он узнал, что это материализуется вот так, а что он делает? Он вкладывает в людей, в людей вкладывает, понимая, что золото неизбежно, золото неизбежно, это точно, и он говорит, люди будут дороже золота, знаете, что такое дороже золота? Сначала люди, как я говорил, сначала поле, потом золото, сначала сотворение, потом золото, он говорит, сначала люди, люди появились сначала на земле и потом только, ему было сказано, где золото там, дано указание, То есть, это для людей было. Понимаете, да? Поэтому золото – это все через людей. Люди – это власть. Соломон именно с этого начал царство. Он наводил мосты с людьми, завоевал их авторитет, подружился с Хирамом, подружился с фараоном. То есть, он наводил мосты с людьми, понимая, что, знаешь, все дырки золотом не заткнешь. Нету столько золота. Кто-то говорит, за все отвечает серебро. Да ни за что серебро не отвечает. И золото ни за что не отвечает. Если у тебя такая мысль, что все можно закрыть через деньги, глупые мысли просто не придумаешь. Половину того, что ты сейчас делаешь за деньги, можно решить без денег. Подумай как. Итак, люди, скажи со мной, люди – мой главный ресурс. И в этом контексте мы продолжаем. Как это действует? Смотрите. Ресурс авторитета. Скажи со мной, авторитет. Многие вещи ты можешь делать просто потому, что у тебя есть авторитет перед какими-то людьми. Вот я сижу перед вами, я ответственно это заявляю. Если бы я хотел сегодня найти деньги, я бы сделал так, что многие люди дали бы мне деньги безвозмездно. Это могла быть неплохая сумма, но я этого не делаю. Потому что зачем чиркать этой карточкой попусту. Но тем не менее, авторитет, внимание, авторитет – это то, что можно конвертировать в материальное благо. Можно авторитет конвертировать в деньги. Есть даже специальные программы, где твое имя, оно уже просто делает деньги. Ты сказал слово, и оно приносит совет, еще как-то. Знаете, к Соломону ходили, то есть за советом. Это отдельная чуть-чуть тема, но его совет, его имя, его совет приносил очень большие доходы. Как это работает? Знаете, ресурс авторитета. Самый низший уровень – это попросить. Помните, да? Просите и получите. Стучите от вариантов. Сразу всплывает история с соседом, которому бомбили ночью дверь. Дай хлеба. Дай хлеба, ко мне гость пришел. Я хочу тебе задать вопрос. И это тоже квест. Сколько у тебя в окружении есть людей, которых ты можешь разбудить ночью и взять у них денег или продуктов на то, чтобы покормить своих гостей? Если у тебя в окружении есть хотя бы несколько таких человек, мой брат – это ресурс. Ресурс. Люди, которые готовы открыть ночью, выполнить твою просьбу, да еще и дать что-то материальное. Он не говорил «Одолжи мне хлеба». Он сказал «Дай мне хлеба, мне нечем покорми». То есть в их культуре, видимо, хлеб не возвращался. И вот он не хотел давать, потому что не хотел и все, да. А тот разбудил. Детей разбудил, жену разбудил, всех там забомбил, короче. Но тот открыл. Это не шурень, потому что, знаете, как, помните, мы говорим «Просить, что стыжусь». Но сегодня даже то, что ты можешь перешагнуть через свою гордыню и попросить – это ресурс. Если у тебя есть такие люди, которые готовы ночью открыть, как я сказал, и что-то дать – это ресурс. И скажу тебе, таких людей нужно держать, ну как, если можно сказать, на карандаше. Они у тебя должны быть четенько. Вот этот, этот, это такие ребята, которые там поворчит, но даст. Может, не с первого раза, но поворчит, но даст. Это очень крутой ресурс. Таким человеком часто могут быть даже твои родственники, родители. Знаете, родители не всегда все с первого раза дают. Ну, если ты, ну, мам, мам, ну, мне сейчас надо, ну ты… Она раз и дала тебе, да, там, что-то денег дала, ключи от машины, может быть, дала. Еще что-то там, теща такой, может быть, ресурс. Вы знаете, человек, который не сильно там у тебя с ней ладится, но если сильно попросить, то даст. Друзья мои, у вас открываются глаза вообще. У нас в Беларуси есть такое выражение, немножко оно такое, деревенское, что ласковый теленок сосет двух мамок. То есть он такой ласковый, что у него как две мамы все равно. Здесь молочка попил у одной мамы из краника, да, там, пошел в другой, она ему не мама, но он такой ласковый, что она тоже думает, ну, ты как дитя, на тебе, знаешь, там. И, то есть этот теленок за счет своего характера имеет ресурс, знаешь. Один там злой, он к маме даже не хочет подкатывать. А этот и к маме, и к теще, со всеми у него хорошо там, и вот нормально. То есть понимаете, смотрите, я думаю, кто-то сидит и думает, ну, ничего себе, меч Соломона, ну и дела. А я тебе скажу, Соломон, он дружил со своей мамой, мама это была его ресурс. Я тебе даже больше скажу, что она очень сильно помогла ему в этом, в том, чтобы он воцарился. Он говорит о ней, я был нежно любимый у мамы своей. То есть это ты не забывал, там, помните, трончики рядом поставил, когда она пришла. Сразу так, чик-чик, мама, ты мне поможешь. А кто-то маму обижает, он там говорит, да что с этой мамой, она там стареет, только в бубни мозги выносит, там, знаешь. Я тебе скажу, ты много теряешь, много теряешь. Итак, смотрите, давайте возвращаемся. Первый уровень, просите и получите. Вот это ты должен знать. Но это не царский вариант такой, не царский. Это, знаете, ну как, самый такой первый. Сочувствующиеся в эту же, в эту же графу, в этот же, как бы, подраздел отношу людей, которые тебе сочувствуют. Когда тебе плохо, если у тебя есть люди, которые тебе сочувствуют, это ресурс. Только гордыня может отсечь этот ресурс. Пользуйся сочувствующими людьми. Вот они тебе сочувствуют. Знаете, вот женщинам это понятно. Они заплакали, все сочувствуют, и они тут же этим воспользовались. Вот. И, ну я, например, вообще не переношу женских слез. Мне сразу хочется сбежать куда-то на край света и все сделать, отдать. Вот только не плачь, знаешь. Ну, если только слезы, а не крокодили. Ну, крокодили, это когда слезы на глазах, а сердце злое, знаешь. То есть, такие слезы я не верю. Итак, сочувствующие тебе, тот, кто может, вот как я сказал, открыть ночью, там, по сочувствию, да, там, тебе гость пришел, там, беда ночью случилась какая-то, все. Таких людей, друг мой, тебе нужно сейчас, задание в квесте, определить и сказать, сколько у тебя их. Если хотя бы один, уже хорошо. Если у тебя нет таких людей, друг, ты в проблеме. Что-то в твоей жизни ты делал все время не так. Если у тебя нет ни одного такого человека, это не проблема в людях, это проблема в тебе. Бог говорит, что даже по настойчивости люди, которые не хотят, могут дать. Наверное, ты так изолировался от людей, что они не хотят. Но я верю, что вы все в лучшем состоянии. Итак, первое это просите и получите. Вот это мы сейчас рассматриваем графу, когда уровень доверия, авторитета. То есть, у тебя есть перед кем-то доверие, с кем-то доверительное отношение, с кем-то авторитет. То есть, отношения почему-то позволяют задействовать людей. И вот мы говорили, по неотступности ты знаешь, что этот человек откроет. Ведь чужой не откроет. Если этот откроет, он твой ресурс. Второе это сочувствие. То есть, ты знаешь, что есть люди, которые всегда тебе посочувствуют. Это очень большое сокровище. Дорожите такими людьми. Как минимум, сэкономите на психологе, на каком-то служителе, которому надо бабки принести. Вот, представляете, уже деньги. Чик-чик. Мне когда говорят, мне нужен психолог. Я говорю, ну иди платить деньги. Если у тебя реально в твоем христианском окружении, среди сынов, нет человека, который тебе может там, ну извиняюсь, даже СОЗа какой-нибудь провести, там, душепопечительство, просто поговорить с тобой. И это беда, это беда. Иди тогда деньги плати. И вот ты уже расточаешь на то, что не надо. Помните, Павел говорит, неужели нет мудрых и разумных рассудить? Зачем вы в суд тащитесь? Суд берет пошлины. Вы друг друга в суд тянете, тратите деньги. Вместо того, чтобы рассудить. Если есть человек, который может рассудить, который имеет авторитет собрать и рассудить, это ресурс. Смотрите, ресурс. Помните, да, как в этом ролике? Ты не знал, а это ресурс. Двигаемся дальше. Запомни, номер один. Перепиши таких людей, которые тебе посочувствуют, ночью откроют, дадут и имей их в виду. И, возможно, у тебя будет момент, связанный с твоим бизнесом, когда тебе нужно будет к ним обратиться, попросить что-то. Оказать услугу, помочь, подъехать, вместе пойти, еще что-то. Понимаете, это очень важно. Смотрите дальше. Номер два. Деловое предложение. Если у тебя есть люди, которые готовы от тебя выслушивать деловые предложения, что это означает? Что эти люди воспринимают тебя как человека делового, который может что-то дельное предложить. Смотрите, как здесь вырисовывается ресурс. Люди, к которым ты можешь идти, зная, что он тебя воспринимает всерьез. Как человека, который реально может предложить дело. Знаешь, как бывает человеку звонишь и говоришь, у меня дело есть. И он такой, алло, алло, кто это говорит? Ой, ничего не слышно. И трубку ложат. Понятно, это не твой ресурс. А бывает, когда человеку звонишь и говоришь, дело есть. Он такой, опять денег одолжительный. Так, это не твой ресурс. Звонишь третьему, говоришь, у меня дело есть. Он говорит, опять ты меня куда-нибудь втянешь. Опять, это не твой ресурс. Они в тебя не верят. То есть, ты уже как-то себя проявил неправильно. Но вот если есть человек, которому ты говоришь, у меня дело есть, он такой сразу, приезжай. Вау, это твой ресурс. Сто процентов. Представляешь, ты с ним можешь какую-то делюгу закрутить. И вот это, это уже уровень, приближающий нас к партнерству. Обязательно тоже. Тебе надо проанализировать все свое окружение и сказать, есть ли в моем окружении такой человек, которому я сейчас скажу, слушай, есть дело. Можно тут крутануть кое-что, да, и типа там заработать. Если он не высмеивает тебя, относится серьезно и соглашается поговорить, это значит, что в его глазах у тебя есть авторитет вот этого уровня. Предложить какое-то дело. Это очень серьезно. Вот таких людей надо очень всех пересмотреть. Это твои будущие партнеры. Еще не партнеры, но будущие. Ресурс здесь заключается в том, что они тебя воспринимают всерьез. У меня есть люди, в настоящий момент, которые мы, ну, у меня достаточно высокий авторитет в круге моего общения. Если я говорю, у меня есть к тебе дело, в основном люди, которые меня окружают, им за счастье иметь со мной дело. Вау, я прямо говорю и сам, знаете, прозреваю. В каком наслаждении я живу, я прямо прозреваю, потому что я богатый человек. Я как царь, у которого есть масса народу, которые воспринимают меня всерьез. Для которых мое слово что-то значит. Если я говорю, у меня с тобой дело, мы можем что-то иметь с тобой дело, они даже удивляются. У меня недавно был случай, когда я в чате имел неосторожность кому-то предложить иметь со мной дело. Я говорю, давай вот со мной по этому делу сработаем. И мне уже в личку написали, говорят, ничего себе, мы там боялись к тебе даже подойти, что типа можно ли с тобой это делать, а этот человек, ты ему сам вот прям публично предложил там, мы же вроде в лучших отношениях, понимаете? Люди, они иногда даже могут соревноваться, чтобы иметь с тобой дело. Это называется у тебя высокий уровень авторитета, это уже царская позиция, это не возникает вот так. Это из-за того, что ты уже что-то делал, засветился, да, что называется. Но подводим итог этому пункту. Деловое предложение, авторитет, позволяющий тебе делать деловое предложение. Если есть люди, которые тебя воспринимают как человека, который может делать деловые предложения, и стоит тебя выслушать, это ресурс, потому что с ними ты сможешь делать предприятие. Оттуда вытекает партнерство, я к нему чуть позже вернусь, скажите, это партнерство. Такое, как было у Хирама с Соломоном. То есть они воспринимали друг друга вполне серьезно, поэтому что Соломон делал предложение, Хирам ему делал встречное предложение, они вместе договаривались и шли. Итак, помните, первое, это просите и получите. То есть люди, которых можно попросить. Второе, люди, с которыми можно делать деловые предложения и вступать в деловые отношения с использованием ваших установившихся, уже имеющихся отношений. Это ресурс. Скажу еще немножко. Умение, друзья мои, авторитетно организовать работу, вот деловое предложение, организовать работу, это вообще просто ресурс сумасшедший. Запомните то, что я сейчас скажу. Есть множество людей, желающих, прямо реально желающих, быть задействованными в чем-то полезном и прибыльном, но не имеющих никакой идеи. И само то, что ты умеешь организовать этих людей, они тебе еще и благодарны будут. Вот есть люди, я вам даже скажу, которые готовы делать бесплатно что-то. Они даже готовы, чтобы ты их привлек. Кто-то на маленькое время, на один день, кто-то бывает на длительное время. Еще и спасибо тебе скажут, что им, у них, знаете, каждый человек имеет потребность делать что-то полезное. Это, кстати, я вам хочу сказать, практически дает нам основания для бизнеса. Вот человек еще ничего там, прибыли никакой не видит, но он знает, это будет полезно. И он соглашается, возможно, на какой-то период тебе помогать. Вот это дело. Мы еще это упомянем. Итак, просьба, деловое предложение. Следующее, требование. Это уже такой, знаете, ресурс. Есть люди, возможно, в твоем окружении есть люди, от которых ты можешь потребовать, и они подчинятся. Что это означает? У тебя позиция, уже достаточно серьезная позиция, которая позволяет требовать. Иисус требовал, Петр, иди на речку, на море, закинь удочку, вытащи рыбу, монету сюда. Петр, пошел. Второй момент. Он говорит, идите, я посылаю вас. Сделайте так, деньги не берите. Все, они идут. И его позиция лидерская позволяет ему требовать. И он задействовал этот ресурс, сделал 12, потом еще 70, и всех их посылал. Не подальше посылал, а на дело посылал. На делу посылал туда, куда имел намерение появиться сам. То есть ресурс повелевать использовал и Павел. Он говорит, я имею власть повелевать тебе, говорит своему ученику. И это ресурс, который в служении проявляется. И он может проявляться в другом абсолютно, в отношениях, когда, знаете, это называется вот как административный ресурс. Возможно, по работе. В бизнесе уже есть люди, которым ты можешь приказывать, повелевать, и они будут подчиняться. Это очень сильный ресурс. Возможно, они у тебя на зарплате. Возможно, они согласятся делать какие-то вещи, которые даже не прописаны в контракте. Ну, ты им платишь, они какая раньше прописана, не прописана. Буду это делать. Я знал человека, который брал своих менеджеров и привлекал, например, на дополнительную маркетинговую работу. Они делали ему маркетинговые исследования и дальше продолжали заниматься своей работой. Ну, он там премию выписывал иногда, иногда нет. Просто напрягал, что называется, сверхурочно. Смотрите, как это проявлялось у Соломона. Это сильный ресурс, когда у тебя есть такая возможность. Тоже тебе надо понять, вот есть ли люди в твоей жизни, для которых твое слово – это как приказ. И не надо стесняться. Если такие люди есть, тебе их надо, конечно, не унижать, а подумать, каким образом сделать так, чтобы еще человек с этого что-то получил. Смотрите. Соломон обложил трудовой повинностью народ. Как только пришел к власти, как только Бог ему дал авторитет, люди увидели этот авторитет, авторитет сразу дает власть повелевать. Кто-то скажет, так он был царем, понятное дело, что он имел власть. Нет. Его сын Раваам обломался на этом. Он думал, что он имеет власть повелевать, вот так нагибать народ, но его послали подальше, и царство раскололось. Народ сказал, нам с этим человеком не по пути, и ушел. Поэтому не царская позиция, а именно авторитет. Мы уже говорили за это. Авторитет дает возможность говорить так, что тебе не могут отказать. Ну, я этим пользуюсь часто. Я знаю это, да, но я и забочусь об этих людях. Вот смотрите, я знал одного пастора, который по принципу Соломона, он увидел, что Соломон взял, обложил повинностью народ с целью построить храм, рабочей повинностью. И он сел и просчитал. Вот этот пастор, это вообще, знаете, красавчик. Я его лично знал, встречался с ним. Он старше меня намного там, да. И вот этот пастор, он посчитал, что если уговорить народ, ну, у него в церкви десятина, это все как закон, там все десятины сдавали. И он посчитал, что если уговорить народ платить двойную десятину и вторую десятину откладывать на строительство, займет три года, чтобы построить здание. То есть он посчитал количество людей, стоимость здания, посчитал сумму, знал примерно, сколько в месяц идет десятин. Ну, десятины сдают, то есть ему не проблема по бухгалтерии посмотреть, сколько десятин приходит в месяц. И он посчитал, что этой суммы, если бы ее только откладывать, за три года он построит здание на это количество людей. И что оставалось делать? Оставалось уговорить людей. И он просканировал себя, понял, что его авторитета на это хватит, никого не душил. Он смеялся после этого и говорит, ну, тут, говорит, момент такой. Просите их, умоляйте. Если хотите построить здание на ваше количество людей, тебе надо на три года уговорить своих людей сдавать вторую десятину. Ни больше и ни меньше. Говорит, вот, если ты уговорил людей, и они знают, ну, это всего лишь на три года. Давайте подзажмемся, три года потом отмени. Потом отмени. Потому что Раван не захотел отменить, и его потом послали. И представляете, он сделал так, он вышел к людям, убеждал их, показывал, приводил там сметы, расчеты, и говорит, смотрите, мы это сделаем. За три года мы все вместе построим на наше красивое здание, на нашу красивую общину. И сделал это. Что это означает? Его административный ресурс, его авторитет позволил ему воплотить проект. Поверьте, это не мог сделать прихожанин его церкви. Ни один бы не мог выйти на сцену и сказать, а давайте десятину сдавать. Они бы сказали, тихо, уйди, ты шо ты несешь? Тихо, пока пастор не услышал. А что пастор? А вдруг ему идея понравится, уже пастору не откажешь. То есть высокий уровень авторитета. Очень высокий уровень именно административного авторитета. Может это у тебя на работе, может быть это даже в семье, то есть когда тебе подчиняются на добровольных началах. Административный ресурс. Равам не смог использовать авторитет, у него его не было. Есть, скажу чуть-чуть за авторитет еще, друзья. У Равама авторитета не было, но были старейшины, которые ему предлагали сначала обзавестись авторитетом. Они ему предложили идею. Говорит, поговори с людьми, снись чуть-чуть планку. Они будут твои. Если люди будут твои, ну ты же понимаешь, что преимущество царя это люди. Эти люди, если только они будут твои, ты потом заработаешь это все, тебе все деньги принесут. Сначала авторитет давай. Давай начнем с авторитета. Авторитет это мощный ресурс. Мы его сейчас рассматриваем. То есть люди и твой авторитет. Люди, у тебя авторитет на сколько? На попросить, на предложить, на повелеть, на приказать. Понимаете, друзья? У этого товарища не хватило мозгов ни на что. В итоге он потерял все. Царство раскололось. И теперь мы возвращаемся чуть-чуть к партнерству. Это отдельная вообще такая графа в этом всем. Партнерство это лучшее, что есть вообще. О нем говорит Иисус. Он говорит, если двое сговорятся, именно это, знаете, как лучшее. Потому что на самом деле административный ресурс Соломона не решил глобально ситуацию. Его просьбы к народу не решили бы глобально ситуацию. Глобально ситуацию экономическую в его стране решило партнерство с Хирамом. Он, фу, опять, вот знаете, это помазание. Вы знаете, что Хирам это реально помазание. Я даже, когда его имя упоминаю, я очень прямо так веселюсь. Возвращаемся к нашему любимому красавчику-хирамчику. Смотрите. Соломон, он мудрый, он знал, что сила партнерства, она самая высшая. Точно как Иисус говорит, если двое согласятся, будет все. Хоть молиться согласятся, хоть просить о каком-то деле, хоть идти какое-то поприще. Помните выражение, которое говорит, как пойдут двое, если не сговорятся? Как идти? то есть это мудрость. Это мудрость Сына Божьего. Самое лучшее, что это сговориться. Вавилоняне, они сговорились строить башню, и сам Бог сходил на землю, чтобы развалить это все. Потому что сила сговора, она колоссальная, она судьбоносная. Поэтому партнерство, это высшее, что есть вообще. И партнерство, оно и заключается вот в этой фразе, если двое сговорятся, отличный ресурс, для которого нужно только одно, сговориться. Не нужны деньги, тебе не нужно никого нанимать, тебе не нужно ни за что платить. Если ты сговоришься. Команда, теперь услышьте меня все, я думаю, что это понадобится. Команда, которая согласилась, готовая работать без денег, хотя бы даже пару месяцев, это огромный ресурс. Я этим в своей жизни пользовался. Знаете, как я видел бизнесменов, которых я лично учил этим пользоваться. Они говорят, с чего начать? Я говорю, смотри, есть люди, с которыми ты можешь сговориться, работать, вот, например, три месяца, сказать, ребята, давайте вот, ну, знаете, кто не рискует, тот не пьет шампанское, что называется. Давайте вот сговоримся, три месяца рванем. Вот просто сядем в одном месте, возьмем телефоны, будем обзванивать, делать продажи. И моя жена была задействована в таком проекте. Я ее потом, правда, забрал оттуда, потому что этот бизнесмен не понял всей моей ценности в его жизни. Но тем не менее. И феномен той ситуации заключался в том, что эти работники без зарплаты, вообще без ничего, они приносили еду свою, там, последнюю, потому что есть было нечего, у всех было очень тяжело, жили практически вот, только чтобы хоть поесть. Приносили на офис, еду, делились друг с другом, пешком ходили с метро, потому что не было на талон денег. И они тем не менее, приходили каждый день на работу, садились и обзванивали, продавали, там, вот, знаете, как пытались продавать. Это великий ресурс. Если у тебя есть такие люди, с которыми ты можешь сговориться, идти какое-то время без денег, вместе, деньги будут, точно будут. Я в этом вопросе, ну, считаю себя, если не экспертом, то, по крайней мере, опытной личностью. Служение вообще не предполагает никаких денег. Я настолько научился мотивировать людей, вдохновлять их, идти, следовать за мной, делать какое-то дело, что они иногда с ужасом для своей жизни, у меня такой опыт есть, с ужасом для своей жизни, жертвуя деньги, время, ресурсы, имея иногда проблемы в семье, они шли за мной и делали то, что мне надо. Конечно, их родственники, они могли думать, что это какая-то манипуляция, что я их там взял под контроль, но это сила сговора. Я просто с ними договорился. Я часто употребляю эту фразу, вы могли это слышать, я говорю, дай мне на год себя, на год. Если за год у тебя реально ничего вообще не поменяется, ну, просто плюнешь мне в лицо. И мой самый убедительный аргумент, я говорил, ну, столько лет уже потеряно, бесплодных, что еще один год. Я тебе говорю, я так верю в свое дело, что оно так сильно на тебя повлияет, что дай мне этот год, вот дай мне его. И многие люди давали год, потом через год говорили, ну, не знаю там насчет денег, ну, что башка изменилась, мнение там, здоровье поправилось, что-то там, ну, хоть свет в глазах появился, не могу сказать, что ничего не изменило, ну, реально, что-то оно изменило. И вот, представляете, команда, вот номер один, кто хочет реально начинать классный какой-то бизнес, друзья мои, один из самых просто безумных, сумасшедших ресурсов, это люди, которые согласятся с тобой что-то делать без денег в какой-то внушительный период времени. Еще раз говорю, команда, которая согласится хотя бы несколько месяцев с тобой идти одно поприще, это ресурс. Самый сумасшедший, я видел, как из таких вещей появляются и деньги, и проекты, как приносящие деньги, и мегаслужения, и все, 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 сила сговора, вот оно, будет, чего не захотят, если договорятся. Халилюя. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему, и был мир между Хирамом и Соломоном, и заключили они между собой союз. Как я уже сказал, беда верующих это изоляция, беда верующих это изоляция, они боятся этих союзов, они не верят друг другу. Знаете, Восток это место, где можно этому поучиться, в Библии, в отношениях, мы сейчас живем на Востоке, я вижу, что все на отношениях. Мы тут заключали контракт один, я юрист, я читаю этот контракт, я говорю, боже мой, да тут фамилия даже наша неправильно указана. И человек, который этот контракт распечатывал, он говорит, понимаете, самое главное не контракт, а доверие. У нас, если доверия нету, никакой контракт не поможет, забирайте, идите. Я говорю, я так не могу, я привык, мне все, буквы надо, там это. Потом другой контракт заключаю, у меня там, смотрю этаж у меня неправильно написан, заказывал там десятый, пишут второй. И они смеются, говорят, слушайте, это описка, никто тут никого не, у нас тут все тут. Я такой думаю, смотри как, на Западе каждая точка, каждая буква, на Востоке, вот, отношения, до сих пор у них в генах это есть. Хотя времена, как бы, горят не те, но, и смотрите, беда верующих, изоляция. Это отметает, вот все, что я перечислил за этот урок, вот, отметается все, когда ты думаешь, что тебе никто не нужен, тебе все нужны. Если ты царь, твое сокровище в людях. Спеши, если у тебя есть возможность поднять свой авторитет, вот знаешь, как он поднимается, сделай доброе дело. Он говорит, неправедным богатством приобретайте себе друзей, они возьмут вас в обители вечные, показывая тем самым, что то, что ты вложишь сегодня, завтра выльется в то, что тебя домой заберут. У тебя будет обитель, это дом. Знаете, кто-то может думать, что это в каком-то переносном смысле, но он показывает тебе схему. Ты сегодня дал денег, вот как-то неверный управитель, простил какие-то долги, а завтра, через эту ситуацию, у тебя несравненно больше что-то может быть. То есть, он практически говорит, вот этот человек, ты в него там вложил, а завтра через него он тебя в обитель вечную возьмет, или там в какие-то большие вещи. И это работает. Знаете, кто-то скажет, ой, у меня столько неудач было, меня кидали, я им добро, а не им зло. Послушай, неправда. Не может быть так все время. Точно так, как не может быть, что я искал, искал, всю жизнь и не нашел. Нет, ищущие находят. И стучащему отворят. И тому, кто вкладывает неправедное богатство, в будущих друзей, в освободителей каких-то жилищ, там, всегда это сработает. Не с этим, так с другим. Очень важно всегда. Вы знаете, что, друзья, даже тот, кто тебя кинул, в его глазах ты все равно авторитет. Он понял, что тебе просто, ну, тебя надо обмануть, открутить, что-то тебе солгать, именно потому, что он не способен на нормальные отношения. Он ниже тебя. И поэтому он применяет дегенеративные вот такие методы, чтобы тебя прокинуть, понимая, что на человеческих отношениях он не может быть с тобой на одном уровне. Значит, авторитет уже работает на тебя. Ну, как знаете, как сатана стал сатаною, потому что он понимает, что на уровне Божьем ему не тягаться. Поэтому он пошел другим путем. Признал Божий авторитет и говорит, буду как Всевышний. Зачем ты делаешь зло, чтобы быть как Вышний? Вот этот уровень, вот этот принцип. И поэтому, когда ты вкладываешься, ты все равно приобретаешь авторитет. Тебя начинает знать духовный мир очень сильно. За эти зрелые поступки он реагирует на тебя. Тебя начинает знать твое окружение. И еще один момент, друзья мои. хочу сказать за партнерство. Чуть-чуть повторить. Вы поняли. Если двое согласятся. Соломон, он заключал такие союзы не только с Хирамом. Во-первых, он увидел, что очень хороший ресурс это жена. Вот, друзья мои, жена это вообще ресурс, вот, как в этом ролике, да, это просто фамильная драгоценность. Это золото. Твой супруг. Друзья мои, те двое, которые могут свернуть горы, это ты и твой муж или твоя жена. Потому что на самом деле никогда никто у нас, например, мы с Олей, мы не платим друг другу. Мы не говорим ты мне, а я тебе. Иногда может мой лимит доверия настолько зашкаливать, что Оля, например, может днями и ночами работать на меня. Как домохозяйка, как женщина. То есть она будет выполнять любые мои указания. И это длится иногда очень долго. У меня, конечно, внутри вызревает желание чем-то отблагодарить, это все нормально. Но у меня и мысль не возникает, такая же, ну, надо же ей отплатить. Она сегодня так вкалывала нашу работу. Ну, как подразумевается. То есть договоренность вечная, союз вечный, партнерство вечное. И в один момент она может и меня поэксплуатировать. Мне надо то, мне надо это, дай мне денег, там, ну, все, что хочешь. Все мое, твое. Вот самый высший уровень партнерства. Если двое согласятся. И поэтому горы трещат. Это тот пример, где люди дороже золота. Супруга дороже золота. Это вот как и бог сказал, я сделаю так, что люди будут дороже золота. А муж дороже золота афирского. То есть если жена дороже золота, то муж дороже хорошего золота. Я шучу, дорогие. Это была шутка, но это не точно. И поэтому Соломон что делал? Он брал за себя жен, дочерей окружающих царей. Фараона, в частности, мы пишем, породнился с фараоном. Зачем? Потому что Египет это вечный проблемный сосед Израиля. И Соломон решил это очень просто. Он взял дочь фараона за себя замуж и мир установился. Пошла торговля там, все взаимовыгодно. И он так делал. То есть он увидел так, значит, ага, женюсь, значит, у меня появляется ресурс, дочь царя. То есть когда ты женишься, ты понимаешь, что твоим ресурсом становится еще та семья, с которой ты соединяешься. Если ты будешь мудрый, это будет для тебя ресурс. Если ты будешь глупым, для тебя это будет проблема. Вот на самом деле, друзья мои, сделать тещу своим другом две секунды, если у тебя мозги есть. И теща это, ох, поверьте, если она тебя полюбит, она все для тебя сделает. Все для тебя сделает. И вот Соломон это знал, он взял эту дочку фараона, породнился с фараоном, еще с другими царями. И кто-то скажет, ну он там набрал, и знаешь, нет, друзья мои, на самом деле он уподобился в этом Сыну Божьему. На самом деле, Иисус себе набирал людей, или как там, кого-то невестой называл, не для того, чтобы развлекаться. Невеста Иисусу не для развлечения была. Точно так Соломон начинал хорошо. Все эти жены соседних царей, дочери, они были ему для того, чтобы его царство процветало. Я хочу чуть-чуть заступиться за Соломона. Его эти жены, это был политический ход поначалу, а потом пролистываете несколько страниц, читаете, и полюбил он женщин из разных государств, филистимлянок, и там перечисляется из каких народов. Это совершенно другое дело. Одно дело, когда ты их видел как ресурс для своего царства, а другое дело, когда тебе просто понравились женщины разные, белые, черные, красные, и он их набирал в несметном количестве, потому что полюбил. Это совершенно другое. Это уже Соломон к ресурсу это не относится. Это уже было то, что требовало платить за владение. Как я вчера сказал, что есть цена за владение. И вот жены, которых он полюбил и стал им строить какие-то их капища, это уже было не ресурс, это не была инвестиция хорошая, это была статья расходов. Итак, друзья, поскольку я уже заговорил за жену, а жена это родственник, и за тещу, за родню, я хочу сказать, что один из пунктов ресурса очень мощный это родня. Кто-то из вас, конечно, сидит и думает, у меня такая родня. Хочу вам сказать, даже бестолковая родня должна вами рассматриваться как ресурс. Вот знаете, очень часто меня спрашивают, можешь ли ты, например, быть крестным у наших детей. И раньше когда-то я все время отказывался, думаю, я не православный, зачем мне там у кого-то быть крестным. Но на самом деле это создает родственные связи. Я уже не говорю за возможность служить, это вообще понятно, всей семье ты имеешь прямо открытую дверь как крестный. Глупый человек, он думает, нет, это не подходит в мои богословские понятия. Я всегда говорю, идите крестите детей, будьте с иудеями как иудей, с православными как православные. Вас пригласили быть крестным, идите, конечно. Вам предложили поучаствовать в крещении ребенка, не надо говорить, что я не верю в крещение детей. Слушай, ребенок все равно вырастет и сознательно сделает как сделает. Но сегодня это важно для этой семьи. Сегодня это будет открытыми ушами для них. И поэтому никогда не надо пренебрегать возможностью приобретать людей в свой круг жизни. Ты даже не представляешь во что это может вылиться. И родственные связи, крестники, все такие моменты, которые похожи на родственные связи, они тоже должны тобой рассматриваться как ресурс. И я хочу сказать, я просто взываю к тебе, призываю к тебе, какими бы ни были твои родственники, посмотри на них как на ресурс. И хочу сказать, что конечно, когда ты будешь рассматривать, это будет немножко так расчетливо выглядеть, но тем не менее, подумай, вот каждого из них, подумай, почему он ресурс. Понятно, что если у тебя есть родственник за границей, где-то в хорошем месте, это вообще шикарный ресурс. Он может тебе сделать приглашение, он может дать тебе возможность остановиться у него, дать консультацию по своей стране, какой там бизнес может быть, какой деятельностью можно заниматься, опишет тебе, то есть это прямо источник, мощный источник информации по новому месту, возможно даже и материальная какая-то выгода даже, экономия или еще что-то, то есть есть родственники, которые работают на таких работах, ты даже не знаешь, где они работают, спроси, где они работают, поговори, поинтересуйся их жизнью, ты увидишь, что возможно тебе даже мысли какие-то пройдут, а вот ты там работаешь, он говорит, да, я там работаю на этом заводе, и ты думаешь, зачем мне этот завод, а он тебе продолжает говорить, да вот директор завода, это же уже мой друг, мы там 30 лет, и ты такой, вау, директор завода, у меня есть выход на директора завода, он его друг, понимаете, это ресурс, ты не рассматривал, а это ресурс, вот эти звенья, всем известна теория шести рукопожатий, что оказывается всего невозможно, ну знаете, да, эту теорию, то есть я здоровался с тобой, тот еще с кем-то, и в итоге любой человек на планете, между мной и им существует только шесть рукопожатий, не больше, возможно, в это трудно поверить, ну вот я вам могу простой пример привести, да, вот, например, моя мама, когда-то, когда наш президент, я его не считаю уже президентом, но президент Лукашенко пришел к власти, он любил встречаться в кругу разных общественных организаций, и так случилось, что он был на одной вечеринке, вот на такой, где была моя мама, и он пригласил ее на танец, вот вам информация, моя мама танцевала два раза с Лукашенко, А Лукашенко, например, да, там он здоровался с разными президентами, то есть теоретически, да, оказывается, вот я жму руку своей маме, мама прикасалась к этому, значит, человеку каким-то образом, а этот человек, там, знаешь, с разными именитыми людьми соприкасался, вот так лично, таким образом, вот это, как бы, связь наблюдается, к чему я говорю, ты никогда не знаешь, какой человек, какой человек, с кем может дружить, я встречал людей, которые дружили с миллионерами, с директорами, с высокопоставленными чиновниками, но для них это ничего не значило, это был их какой-то дружок там школьный, я осторожно этих людей ворошил, говорю, а что, через тебя можно там решить вопрос, он говорит, ну, неудобно, но если очень надо, я попрошу, то есть вопрос мотивации, и иногда я встречал такое, что человек не знает, где работает его теща, его там тесть, или какие-то двоюродные братья, это упущение, друзья мои, потому что это ресурс, если у тебя сегодня нету денег, первое, что тебе нужно сделать, это вот этим заняться, кто у тебя в окружении, чем занимается, как говорится, с кого, что поиметь можно, ну, друзья мои, тут мудрость нужна, если вы сейчас кинетесь друг к другу, и начнете там, а ты где работаешь, что с тебя там взять можно, можно так делать, но это будет уровень услуги, о котором я тоже сегодня говорю, есть люди, которые готовы просто оказать услугу, за услугу, например, ты мне, я тебе, давай ты мне сегодня посмотришь моего ребенка, а я завтра, например, твоего отвезу в школу, и ты такой думаешь, вау, классно, машины у меня нету, но я не выходя из дома смотрю за его ребенком, и не выходя из дома отправляю своего в школу с ним на машине, понимаете, то есть все, что ты, как минимум, делаешь, как минимум, ты не тратишься на бензин, на такси, на билеты, ты решил свой вопрос, услуга за услугу, его это устраивает, это просто маленький пример, поэтому, когда у тебя есть возможность оказать услугу, оказывай ее, когда Иисус говорит, что у тебя просят удолжить денег, не отворачивайся, это об этом, знаете, не просто это какое-то благородство, хотя в этом есть благородство, но не отказывайся, потому что круг таких людей, он позволит тебе также что-то попросить, возможно, тебя откажут, но шансы того, что не откажут, увеличиваются. Возвращаемся к родственникам, когда ты смотришь на своих родственников, задай себе вопрос, где они работают, что они могут вообще, с кем они дружат, какое у них положение, кто они в обществе, какой у них авторитет, даже наличие родственника, я тебе вот просто сегодня хочу все, знаешь, прорабатывать это, наличие родственника, который не отличается никаким статусом, может он вообще там пьяница, знаете, ну, бывает родственник, который там сидит на стакане, и, ну, если он согласится с тобой куда-то пойти, это ресурс, я знаю, что иногда, ну, я не за пьяниц говорю, вы знаете, вот родственники, которые, в принципе, больших там позиций никаких в обществе не занимают, но они, например, тебе нужно регистрировать организацию, и ты думаешь, кого, ну, она до пять человек, например, и ты говоришь, слушай, а ты можешь, а он может еще там квасит, ну, ему все равно где расписаться, он пошел с тобой и расписался, он находил с тобой в банк, стал поручителем, например, бывает такое, ну, нужен кредит, там, ты пошел и поручителем, то есть, все равно это ресурс, конечно, друзья мои, я не за кредит, я вам просто примеры привожу, потому что у нас наши пирожочки небесные, они любят, как только я что-то скажу, они сразу, а вот это вот, да, нельзя вот, знаете, там, то есть, это не методика, это просто пример, что человек даже без рода, без племени, он может оказаться полезен, поэтому самое тупое, что можно сделать, это вычеркнуть его из своей жизни, а самое лучшее, пусть будет, пригодится, нам нужны все, и последнее, друзья мои, последнее в этом уроке, сейчас я помолюсь, и мы по тему ресурсов еще продолжим, на следующем уроке, и это будет еще усиление, вы еще больше прозреете, как я уже сказал, супруг, сильный ресурс, родственники, сильный ресурс, потому что иногда голос крови, он сильнее, даже чем идеологические убеждения, бывает и так, бывает и так, ну, например, маму новую не выберешь, да, то есть, как говорится, папу тоже, а жениться, или выйти замуж за кого-то другого, вполне себе, ну, как бы, реальнее, и вот еще один ресурс, Библия нам говорит, что классный, классный, блаженный тот муж, у которого есть дети и внуки, называя их стрелами в его колчане, если ты воспитал детей, ты можешь с ними взаимодействовать, ну, вот, например, моя дочка, она говорит на английском, ну, первые несколько уроков курса созерцательной жизни, на английский переводила она, и для меня это было, ну, круто, потому что, ну, во-первых, мне не пришлось, и, конечно, я ей все равно давал деньги, но, ну, я давал деньги своей дочке, вы понимаете, когда деньги налево отправляешь куда-то, к какому-то переводчику, которого ты не знаешь, а тут деньги как бы в семье, ты убиваешь сразу двух зайцев, смотрите, какой я, да, еврей, да, по натуре, то есть, я думаю, зачем мне из семьи деньги вынимать, я лучше дам своей дочке, она умеет делать то же самое, я убиваю двух зайцев, даю дочке деньги, и получаю свой перевод, знаете, что самое интересное, что я бы и так ей дал эти деньги, но она еще и перевод не сделала, то есть, дети, это тоже ресурс, потом я иду, вот, как я вам рассказал, и мой подросток сын говорит, папа, хочешь я тебе денег дам, я такой думаю, вау, ну, прикольно, слушай, если вообще есть нечего будет, вот мой красавчик, он уже, видишь, хоть там булочку мне купит, ну, понимаете, да, я смеюсь, конечно, я шучу, но многие вещи ваши дети могут сделать, я часто слышу даже в нашем служении, когда речь идет о, например, там, настроить компьютер, ты бы позвал этого человека за деньги, платил бы этому мастеру, но у тебя есть у меня сынок, который, тебе не нравится, что он сидит в компьютере, но когда тебе нужно настроить гет-курсы, смотреть наши передачи, ты можешь позвать этого сынка и сказать, сынок, и если у тебя, если он от тебя слышал только осуждение, он скажет, а, видишь, как тебе настроить, так я тут специалист, а что ты меня клюешь тогда, и ты смотришь, вот человек сидит за играми, за компьютером, знаешь, что как минимум полезное, мудрое ты можешь делать, засечку себе в голове, если у меня будут с ним хорошие отношения, он мне всегда все настроит, сделает, поможет, ну да, он там зависает в этих играх, я ничего с этим сейчас не могу сделать, но зато у меня есть ресурс, будь мудрым, халилюя, и так, дорогие друзья, у нас еще среди ресурсов, мы сейчас рассматривали основные, это люди, какие могут быть, включаться этот ресурс, с помощью просьбы, партнерства, сговора, ну да, вот этого сговора, договоренности, авторитета, административный ресурс, то есть, это все только то, что касается людей, все только то, что касается людей, с помощью чего этот ресурс может быть задействован, поэтому главная мысль сегодняшнего урока, преимущество страны в целом есть царь, и власть царя, это люди, величие царя, даже не власть, вот величие царя, если ты хочешь быть великим, если ты реально знаешь, что твоя судьба быть великим, научись тому, что я тебе говорю в этом уроке, друзья мои, это бесценный урок, это просто вот реально царский урок с неба, люди, потому что мир, он устроен так, что золото важнее людей, и это путь в погибель, вы видите, к чему это ведет, но даже те, кто считает золото выше людей, они все равно умеют, они научились управлять людьми, сегодня тебе, как я уже сказал, нужно сбросить эту религиозную дурь из головы, и понять, что точно так, как ты и служишь людям, точно так, у тебя есть привилегия, божья привилегия, создавать управляемые вещи, процессы с помощью людей, не говорю сейчас с использованием людей, чтобы никого ухо не резало, но если честно, ты будешь задействовать людей, вот это правильно, и есть масса людей, приготовленных Богом, которые рады, чтобы ты их задействовал, они получат большое наслаждение от того, что принесут пользу, я это уже говорил, и вы вместе, возможно, сможете увидеть даже, где ваша прибыль, предполагается, что в этих отношениях есть золото, переслушайте это еще раз, особенно я предлагаю обратить вам внимание на вот такие вещи, как договоренность, сговор, партнерство, команды, договориться, какое-то время работать бесплатно, это сразу сумасшедший ресурс, это сразу сумасшедший ресурс, и сейчас я хочу помолиться, друзья мои, высвобождать еще и еще прозрение на разум, осознанное прозрение, осознанность в этом прозрении, я хочу, чтобы ты по-другому, как правитель, как царь, посмотрел на свой ресурс, и напоминаю, что у тебя есть задание, по каждому пункту прописать себе, кто в твоем окружении такие люди, предлагаю никому не расстраиваться, конечно, я такой человек, я такая личность, у которой есть все категории вот этих людей, все абсолютно, и у кого я могу попросить, и вызвать сочувствие, и взять денег, и одолжить денег, и даже, вот знаете, скажу вам, что если я сегодня захочу сходить в ресторан, и у меня нет денег, я знаю, кто за меня заплатит, звучит это, конечно, может быть эгоистично, и не очень правильно, да, но это правда, я просто знаю, это не значит, что я сейчас буду этим заниматься, что, ну там, платите за меня, но я знаю, есть такие люди, которые охотно за меня заплатят, и это ресурс, это ресурс, если у тебя сегодня есть какой-то только один друг, ну так случилось, может быть у тебя один человек в жизни, или родственник, или сын, или мама, или папа, и это все, кто у тебя есть, значит, мой друг, тебе нужно быть еще более проницательным, чтобы вскрыть весь потенциал, весь ресурс этого человека, потому что следующее, мы будем рассматривать не только потенциал и ресурс в людях, а в разных других явлениях этого, этой вселенной, что может быть твоим ресурсом еще, то есть, не зацикливайся, не расстраивайся, если у тебя там один-два человека, но я уверен, что у каждого после этого урока обнаружится еще масса, есть соседи, есть бывшие сослуживцы, родственники, возможно, тебе нужно поднять и посмотреть свою телефонную книжку и реально обновить в голове вообще, каким образом, знаешь, смотришь телефонную книжку и ты думаешь, вот если бы мне сейчас понадобилось этого человека, ну, выйти с ним на связь, не просить ничего, просто выйти на связь, что мне для этого надо, и ответов может быть много, это вас с днем рождения поздравить, этому просто поболтать, как дела, там, знаешь, кого-то с Новым годом поздравить, ну, то есть, обновить отношения, и это хорошо, вот так делают нормальные цари вообще, то есть, когда ты будешь прорабатывать свое окружение, вот, прямо будь как царь, который, знаешь, знает, кому надо поздравить, кого надо напомнить о себе, и так далее, вот это нескончаемый, огромный ресурс, люди захотят взять тебя в свои обители, в то, что, знаете, что такое обители, это в то, что имеют сами, поделятся самым лучшим, возьмут в лучшее время, возьмут в лучшее место, возьмут в лучшие моменты своей жизни, вот так происходит с теми, кто, ну, приобретает друзей, имеет это свойство животворящего духа, сейчас я молюсь за тебя, мой друг, я хочу, чтобы ты, как владыка, сейчас прозрел к своему народу, к своему окружению, прозри, закрой сейчас свои глаза, и то сожаление, которое возникло у тебя во время этого урока, что ты разбрасывался людьми, не ценил отношения, я хочу, чтобы ты выплеснул его, вот как, как это называется, покаяние, сказать, теперь я не буду так делать, теперь я не буду так делать, отец, я благодарю тебя, ты поставил нас царями и священниками на земле, мы будем царствовать в жизни, мы будем царствовать на земле, здесь, на новой земле, в новом небе, фу, потяжелели руки сильно, помазание пошло, я прямо сейчас слышу, как дух святой говорит, что урок, вот этот именно урок, он станет для кого-то просто радикальным отсчетом в бизнесе, вдруг вы обнаружили, что вы были слепы, что вы пытались рваться к цифрам, к деньгам, к каким-то ресурсам, возможностям, не связанным с людьми, но люди, люди, это главное, и это то, что волнует отца, обращаясь так с людьми, вовлекая их в разное управление, в царствование, извлекая из них ресурс, это угодно отцу, потому что это и есть открытие сынов. Может звучит немножко для кого-то пока непонятно, но это и есть открытие сынов. Когда ты из человека извлекаешь драгоценное, то, что раньше тебе казалось ничтожным, ты извлекаешь из него драгоценное, отец говорит, будешь, как мои уста, сотворяющее, исцеляющее, сильные слова будешь способен говорить, сильные мысли будешь способен думать, умение увидеть в людях свой ресурс, свое богатство. Отец, я благодарю тебя за эту ипостась Сына Божьего, Царя посреди народа своего, управленца, который может просить, который может предлагать, который может повелевать, который может вступать в партнерство, который может оказывать услуга за услугу, это помазание делового управленца, купца, мощного инвестора уровня Бог. обитающего в золотом городе. Здесь нет лишних. Здесь каждый человек дороже золота и золота афирского. Вот так исполняется Отец твое предсказание. Вот так они становятся теми, кто дороже золота, теми, для кого люди дороже золота. помазание на разум. Дух откровения, прямо как густая субстанция течет сейчас через золотой ковчег. Глаза открываются. Я вижу, как кто-то помирится со своей роднёй. Я вижу, я сейчас говорю просто слово знания. какой-то человек пойдёт мириться со своей тёщей и она даст вам денег. Купит машину. Машину купит вам. Сынок, она купит тебе машину. Даст тебе денег. Я хочу знать этого человека. Я хочу знать, кому после этого урока тёща подарит деньги. Может быть свекровь, но я увидел мужчину. Миритесь с соперником своим. Не идите на суд. Не будьте глупцами, Дух Святой говорит. Не будьте глупцами, которые изолировали в религию себя. Я дал вам, Дух Святой говорит, я дал вам пример Соломона. Он не боялся иметь дело с хирамом. Он не боялся строить храм с вторым хирамом. Не боялся. Он не изолировался в религию. Он изолировался в управлении, в царствами, в созидании, в партнерство. Не бойся иметь дело с мирянами. Не бойся. Отец, я благодарю тебя. Я высвобождаю эту премудрость Соломона. Иметь в распоряжении людей, видеть в них свое сокровище дороже денег, иметь управление, иметь помазание, двигаться на всех уровнях отношений, использованием авторитета, с использованием разных возможностей своей внутренности строить отношения. Я сейчас чувствую, как твоя царская такая стать, она расширяется. Вот такое ощущение, как будто края рис заполнили твои контакты, и ты, как мудрый царь, берешь сейчас книгу жизни и начинаешь вписывать туда имена тех, кто тебя окружает. Он не нужен, он мне тоже нужен, он у меня будет вот этим, он у меня будет вот этим. Это то, чем занимается твой отец. прописывая судьбу в своих глазах для этих людей. Аллилуйя. Подними со мной руки, мой друг. Скажи, преимущество страны в целом есть царь, это я. Аллилуйя. Теперь скажи, посмотри, как будто вокруг тебя много народу и скажи, мое величие в людях мое величие в людях при малолюдстве беда государю, но мое величие в многолюдстве в людях. Аллилуйя. Аллилуйя. Дорогие друзья, я еще раз, еще раз призываю вас очень прилежно относитесь к квесту. Итак, первая часть квеста это реализация имущества. Больше не буду за это мотивировать, смотрите прошлый урок и начало этого. Вторая часть квеста это описи по людям, ресурс это люди, опишите каждого человека в своем окружении, у кого их очень много, начните с основных и двигайтесь туда на периферию, с основных, что есть люди номер один, номер один в жизни, это номер один. Я верю всем сердцем, что этот урок даже поможет наладить мосты с супругами, с детьми, с семейными узами разными, ты увидишь, что это все ресурс, твой ресурс. Знаете, даже просто скажу, что некоторые разрушенные отношения, они требуют платить адвокатам, пошлины судам, юристам. Зачем? Наведи мосты, зачем тебе тратиться? В следующем уроке мы продолжим говорить за ресурсы и еще в следующем уроке мы будем устранять бреши. Это уже будет момент, когда ваши финансы должны уже житницы наполняться, то есть уже потихонечку будет закручиваться процесс появления хоть каких-то денег. И это мы заделаем эти бреши, это будет продырявый кошелек, куда уходят деньги и так далее. Это все просто. Дорогие друзья, я рад был провести с вами это время. Так много еще хочется сказать, но я буду дозировать стараться. До следующего урока. Пока. Мы нищие и многих обогащаем, это наша власть. Мы нищими себя называем не потому, что у нас ничего нет, а потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились, мы сказали, да это все ерунда, управление номер один. Ты поставлен на управление, поставлен как сын, на котором поставили печать на лбу, раздавать хлеб жизни. Это сын, который не говорит, да мне козленка, сын, который раздает этих козлят, назначает урочное, служанкам, меру хлеба выделяет. Мне не нужен миллион долларов, мне нужно миллион возможностей. Процветание! Не здесь! процветание здесь! Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание! Продолжение следует...